Всем доброе утро! По крайней мере, у меня утро, и оно доброе. Сегодня я обнаружила в почтовом ящике извещение о том, что на мое имя поступила заказная бандероль. Сейчас я быстренько перевоплощусь, и мы с вами пойдем по моим делам. Мне кажется, сегодняшний день мы вообще пройдем с вами полностью вместе с утра до ночи, может быть, до завтра. Все, собралась наконец-то. И как раз там обед на почте закончился, так что все, я пошла. Мое почтовое отделение, казалось бы, должно находиться вообще в двух шагах, но нет, это не так. Надо пройти достаточно далеко. Прохожу по району, взять спушнику. Старые дома вот такие вот. Не знаю, застройка, наверное, 60-х годов. Ночью я бы здесь побоялась идти. Точно побоялась бы. Хотя сегодня я планирую получить посылку, вернуться домой, распаковать ее на ваших глазах, потому что я сама еще не до конца уверена, что именно ко мне пришло пообедать. Я голодна уже сейчас и очень-очень голодна. Поэтому нужно будет после почты еще зайти в продуктовый и в банк. Планирую вечеровой уход в центр города на залив. В принципе, там красиво. Облагорожено, чисто. Мне кажется, вам будет интересно посмотреть. И сама посижу, если получится, если дойду до набережной. Посижу там и воды. Вода всегда как-то успокаивает. Ну и вообще-то городовцами. Еще что мне нравится, это то, что почти что в каждом палисаднике под окнами домов растут цветы. Вот везде-везде растут цветы. Это так классно. И никто их не рвет, потому что все знают, что они нужны для красоты. Семена разлетаются. И вон даже среди гаражей, и там, и там, везде растут цветы. А еще у меня очень хорошее настроение сегодня. Это не связано ни с какими событиями. Просто я сама стараюсь. Стараюсь вспомнить о позитивном мышлении, каково оно, и как оно способно поменять жизнь. Так что, что мне снег, что мне зной, буду рыбаться и доверять жизни. Вот здесь хорошо. Ой, как хорошо, боже. Меня обдувает немножко прохладный ветерок. И это прекрасно. Вы знаете, иду, и такое чувство, что из-за этого зная, прямо у меня жир плавится. Только слабаки не носят черное летом. Но я не слабак. Я ношу черное круглогодично. И вообще, что вы прикопались к этому цвету одежды? Ну, нравится мне черный цвет. Комфортно мне в нем. Но мне кажется, это никого не должно опасаться, кроме меня. Все, я пришла. Я пришла. Все. Посылочка уже со мной. В банк я зашла. В продуктовую я зашла. Очень-очень-очень хочу кушать. Осталось дойти до дома и... А, и показать вам посылку, конечно. Настроение у меня прекрасное. Если оно таким же сохранится или даже станет лучшим к вечеру, то я, наверное, пойду с кем-нибудь, ну, не знаю, познакомлюсь, пересыплюсь к кому-нибудь. Войду в компанию. Не знаю, не знаю. Ну что, ребят, готовы мне идти со мной открывать посылку? Я, честно говоря, так полнуюсь. Ну, давайте, давайте, откроем. Так. Дальше коробочка. Ох, как хорошо запаковано. Нужно постараться, чтобы ее открыть. Постараемся. Здесь. Здесь. И вот здесь. Наверное, откроется. Я знаю, что это. Это атоцианин. Мне пришло целых две штуки. Я, на самом деле, смогла заказать всего лишь оттенок А01. Он называется Deep Grey. Мне не хватало финансов на то, чтобы купить оттенок 00. Он такой прозрачный, знаете, и им стоит разбавлять краску, чтобы получить не такой прям яркий оттенок, а чуть послабее. То есть у меня получится цвет, когда я все это смешаю, светло-серый. Ну, сначала я обесцвечусь, а потом уже покрашусь. Я думаю, это будет ближе к концу месяца. Боже, я так рада. Это не передать словами. Вторую пачечку мне выслала Герда, администратор и владелец, создатель этого интернет-магазина, который называется «Кладовка сказочников». Я обязательно оставлю ссылку в описании. И после того, как произведу все процедуры с волосами, я тоже оставлю ссылку в описании, потому что магазин на самом деле меня покорил. Покорил своим ассортиментом, покорил тем, насколько администраторы быстро отвечают на все интересующие вопросы, насколько хорошо они выполняют свою работу, дают трек, но для того, чтобы покупатель мог отслеживать свою посылку. Я считаю, это замечательно. Огромное спасибо, Герда. Спасибо тебе еще раз. Я безумно счастлива. Привет. С вами снова я. Все, посетила дома, отдохнула, поела. А сейчас я пойду в центр города искать себе приключения. Наверное, никаких приключений не будет, но во всяком случае выйти на улицу уже неплохо. У меня такие сны в последнее время снятся абсолютно абсурдные, непонятные. Никакой логической цепочки, никакого развития событий. Просто тупо так картинки, как будто под кислотой. Все. Образы, образы. Наверное, потому что я слишком много думаю в последнее время, но ни с кем своими мыслями толком не делюсь. Поэтому мои мысли вырисовываются в картины, и я вижу их во сне. Ну все, я приехала в центр города. По народу здесь, как всегда, немерено, хотя сегодня среда, 20 июля. Что? Это значит, что уже пошла вторая половина лета? Ничего себе. Я большую часть лета присетела дома. Это круто. Да вообще всю жизнь. Там как раз садится солнце, и если я успею к этому времени на пляж, то, может быть, смогу запечатлеть красивую картинку для вас и для себя. Вообще, я очень люблю гулять в одиночестве. Было бы окружающих поменьше, было бы еще лучше. Ходить, бродить. О, еще музыку лучше. Да, было бы вообще замечательно. Но у меня наушники поломались. Так, только у меня вопрос. Как добраться до пляжа? Я, честно говоря, вообще понятия не имею. Ну, так, приблизительно догадываюсь. Но это не наверняка. Было бы как красиво. Очень красиво. Если меня не подводит мое зрение, это, конечно, очень маловероятно, но все-таки, по-моему, там сидят лебеди. Если они там есть, то я пойду туда. Если вообще туда возможно пройти. Блин, а где еще лебеди? Это кто? Полиция на меня посмотрела. Привет. Привет. Вечером загорятся все эти штуки. И будет, я думаю, очень-очень красиво. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...